Ваши аплодисменты, друзья! Ваши аплодисменты, друзья! Не город-музеев, а город-музей под открытым небом. Нам только нужно не допускать разрушений, пожаров в тех домах, которые отселены по ветхому жилью. И нужно все, что можно делать для того, чтобы не дать разрушить этот город. Личность Архиматрита Палладия легендарная. Для жителей Чистополя это еще один повод гордиться своим земляком, внесшим значимый вклад в науку и развитие российско-китайских отношений. На торжественной церемонии общественность ученые-школьники. Благодарственные письма от имени главы муниципального района вручены создателям мемориальной доски. Инициатива ее открытия принадлежит благотворительному фонду. Благословляет, освещается, съев памятная доска. Благословляет, освещается, съев памятная доска. Это бывший извозчик площадь. Здесь собирались извозчики на своих экипажах. Совместить полезное с приятным решили чистопольские врачи. Пройти по историческому центру города 10 тысяч шагов. И не просто так, а в сопровождении экскурсовода музея-заповедника – цель акции. В процессе длительного пешего туристического маршрута медицинские работники знакомятся с историей старинного чистополя. Акция состоялась в рамках Международного дня здорового сердца. У всех у нас, у руководителей есть счетчики. Мы замеряем шаги ежедневно. И, в общем-то, это стало заразительно уже, кто сколько шагов прошел. Где-то настоящие 10 тысяч шагов. Вот сейчас я прошел на сегодня 2027. Ну, еще сейчас 10 тысяч в результате этого маршрута. Среди участников маршрута – гости города, представители республиканского наркологического диспансера. Акция поддержана врачами во многих городах республики. Ведь это повод в очередной раз подчеркнуть свою активную жизненную позицию и приверженность к здоровому образу жизни. Посыл, который дает это мероприятие всем, он легко исполняем. Каждый человек может в течение своего дня, даже не специально, набирать эти 10 тысяч шагов. А это уже установлено многочисленными исследованиями. Тренирует сердечно-сосудистую систему, предохраняет ее от детренированности и способствует продлению жизни. Считается, если человек 5 тысяч шагов – это гиподинамия, пассивный образ жизни. Хотя бы 7 тысяч проходить – это уже хорошо. Но с активным образом жизни надо проходить минимум 10 тысяч шагов. Но это без фанатизма, чтобы тело приносило удовольствие. Это многие болезни выходят. То же самое с сахарным диабетом, уже при флаксе сахарного диабета, когда монтрируем мышцы бедра. Это, опять же, при флаксе сердечно-сосудистые заболевания. Нагрузка на сосуды мы даем дозированную. Такой маленький, легкий прием, а от многих проблем можно уйти. Дню здорового сердца Чистопольца посвятили также флешмоб в детской поликлинике и встрече за круглым столом с участием кардиологических пациентов. На сегодняшний день это вот гордость Виктор, значит, победитель. То есть это вот как фотомодель, очень красивая гроздь. Винограды Речистополя демонстрируют свои достижения на площадке культурного центра Чистай. На выставке-ярмарке пестрят самые разнообразные сорта винограда, выращенные в собственных садах. Для них это не просто сезонное хобби, а уже многолетний образ жизни. Все желающие дегустируют представленный урожай, сравнивают его на вкус и цвет, узнают об особенностях выращивания. Это одно из любимых моих растений. Кто заболевает виноградом, он уже на всю жизнь, он уже никогда не бросит это хобби, так скажем, это блаженство. Когда получить вот такой гроздь, это праздник. Как выяснилось, в средней полосе вырастить такой урожай вполне реально. В Чистополе винограды изучают новые сорта и проводят над ними увлекательные эксперименты. Кто-то выбирает для выращивания ограниченное количество сортов и кропотливо над ним работает. Кто-то становится настоящим сортоиспытателем, собирая целую коллекцию разных видов винограда. Если в Чистополе 200 сортов сказать, что есть, это да, это точно, это я не ошибусь. В самых маститых виноградарей в Чистополе более 15. Многие из них – участники ежегодных республиканских выставок, победителей конкурсов. Правда, с недавних пор столичный клуб перестал быть для них местом встречи с единомышленниками. В связи с отказом нового руководства приглашает на выставки иногородних виноградарей. В прошлом году, когда я ему позвонил, я хотел заявку, я говорю, примите от нас заявку, сколько у нас будет народу на республиканской выставке. Он просто мне ответил, мы вас не ждем. Чтобы не вариться в собственном соку, теперь Чистопольские виноградари создают свой собственный клуб. Уже утвержден устав и обсуждаются планы на ближайшее время. А это не только проведение ежегодных выставок и конкурсов, но и организация обучающих семинаров и конференций. Планы, конечно, такие есть. Мы планируем расширяться, да, конечно, приглашать и тех же самых казанцев. Те, которые нас, в общем-то, да, для нас с удовольствием. Мы с удовольствием всех примем. Уже не в первый раз в селе Змеёво в уцелевших стенах Воскресенской двухпрестольной церкви проводится молебны. Для верующих и священнослужителей это место особое. Здесь всегда горят свечи, а сохранившиеся фрески напоминают о былом величии храма. До этого еще вот много-много лет приезжала одна женщина, ставила свечку у храма, зажигала в троицу и уезжала. А потом в Пасху приезжал мужчина Михаил, клал всегда крестиком яичко, тоже уезжал. Значит, не было еще и службы, ничего. Но церковь-то потихонечку оживала, жила. Эта церковь – самый старинный храм Закамья. Памятник архитектуры, занесенный в республиканский реестр, обозначен русским географическим обществом как святыня Татарстана. Построен почти 300 лет назад на средства московской помещицы. В конце 18 века был разграблен и осквернен пугачевцами, и восстановлен только спустя сто лет купцами-старообрядцами. После революции разрушался большевиками, а вандализме до сих пор напоминает наклонившийся от пуль крест на колокольне. В таком положении он стоит уже 90 лет. Инициативная группа верующих во главе с Сергеем Шуваловым, уроженцем села Змеёво, пытается восстановить справедливость и надеется получить поддержку муниципальных властей и благотворителей в восстановлении храма. Сюда уже были приглашены специалисты, которые оценили реальные объемы работ. Они здесь были, сделали свое заключение. В принципе, они сказали, что мы видели храмы еще страшнее, их восстанавливали. То же самое, в принципе, здесь ничего нет. Здесь нужно работать, вот и все. А работать прихожане готовы. Каждые выходные вместе со священнослужителями и всеми неравнодушными людьми активно разбирают каменные завалы в храме, благоустраивают территорию и ждут перемен. Сейчас наша основная задача – это привести в относительный порядок этот храм. На прошлом, на субботнике, значит, мы коллективно занимались расчисткой купольной части крыш. Крыш от этих всех сорняков, от этих бурьянов, от этих деревьев, которые там растут. Подчистим это все хозяйство и потом уже можем заниматься непосредственно уже изготовлением самих крыши. Как вы будете привлекать к этой работе? О всех тех, которые, в принципе, не равнодушны к этому делу. Я верю, верю в это, что она восстановится. Верю в Сергея, что он поможет восстановить. Он, смотрите, какой молодой мужчина, сильный. Он поможет нам церковь восстановить. А приход будет. Субтитры подогнал «Симон»